итак давайте ребят начнем всем еще раз привет добро пожаловать и давайте продолжайте знакомиться с хонкаем третий удар часть 2 большое обновление которое добавило новых героев действие происходит на марсе плюс-минус хотя из того что мы видели да и в целом как бы большое обновление которое расширяет вселенную мы посмотрели на прошлых двух стримах чуть-чуть начала прошли так создать первую фазу сейчас доступно уже три фазы раз мы будем начинать вторую и посмотрим как дальше будет развиваться пока что было интересно некоторые места конечно были чуть душные но в целом мне понравилось вроде вам тоже поэтому давайте еще чуть-чуть посмотрим дальше как я уже говорил проведу несколько стримов там смотрю по вашей реакции по количеству людей на стриме по просмотрам и на ютубе и если увижу интерес вашей стороны можно пройти все потом ждать следующее обновление 3 фаза последняя а ну тогда отлично до следующего обновления можете пройду и если все будет хорошо ну как я уже говорила если все будет очень хорошо и очень большой интерес то можно взяться нормально и пройти основной сюжет и все 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 типа это так сказать мои планы в голове если придет там успех и все дела как говорится ну а теперь ладно погнали дом остановились ну мы вернулись на вот эту станцию на короче себе домой откуда игра началась правда мы вернулись сюда с лишь двумя компаньоншами из трех одна осталась там и блин как-то ее жалко надеюсь все будет хорошо с ней хотя судя по тому что мы видели в конце нас ждет что-то жесткая привет музыка так стоп так стоп так стоп так стоп я надеюсь я правильно пошел потому что я помню в прошлый раз нас скинули отправиться в квартиру это вы предложили мне оставаться на месте в результате я потеряла связь со своими спутниками в таком случае не могли бы вы пожалуйста починить вон то устройство и а он и гай то ю юри кори ну даже если ты меня попросишь это ребята это нормально а где текст но для меня это больше похоже на угрозу хорошо что есть озвучка можно понять что происходит понятно поторопись и проложи мне путь прежде чем я разобью тебе лица мне очень жаль но я не могу этого сделать даже всемогущий инструмент ограничен сери своего применения и этот путь спускается свыше он не был создан в антио с тобой действительно очень утомительно разговаривать тут больше все таки разговор то вроде на ты ведется а не на вы так что будем на ты так окей прикоснемся все еще нет ответы да ну это вполне естественно когда то единственный человек который имел право уйти пройдя через него решил добровольно отказаться от этого и единственная группа людей способная уйти сама уничтожила средства для того чтобы убежать если ты готова прислушаться к моему совету то самое мудрое решение сейчас будет максимально использовать то что у нас есть на руках опа вот так здрасте они такие же как и раньше они возможно и слабые но очень мастерные ладно сделаем это еще раз подождите неужели они что-то тут не сходится люди всегда ценили эффективность если ты хочешь изменить что-то мнение лучший способ вероятно показать что ты искренний это был маленький подарок от меня что ты чувствуешь быстро то есть другими словами это ты позаботилась об этих монстрах и не уже вступали в противоречие с этим огромным морем звезд и теперь глупость одного человека становится удачей для другого но на этот раз я хочу лишь завязать с тобой полезную беседу поэтому помочь тебе в уничтожении монстров было бы помочь тебе с уничтожением монстров было нечто с моей точки зрения стоящее в следующий раз я не буду так чедра тогда почему ты не сделала это раньше если у тебя есть такая способность тебе не следовало требовать от меня что-то с помощью угроз нет ничего плохого в том чтобы немного пригрозить то есть и и и и и и и и обеспечить себе какую-то выгоду от этого я предпочту вообще ничего не делать а что если я действительно тебя ударю молотком если ценой получения знаний является один или два удара молота я не против и и и и и и и отказываться от единственного шанса на выживание и при этом настаивать на самоотверженным поступки такого человека не очень легко встретить на счет того чтобы официально представиться хоть и это немного неловко но ты можешь называть меня восприятием тебя как и и и и и и то чтобы я использую это возможно для того чтобы похвастаться своим рогом по сравнению с миром видением Которое она оставила Я гораздо более универсальный инструмент Кажется, это никак не связано с шансом на выживание Да, а ты действительно очень сильно сосредоточена на своих целях Ну и что с того? Согласно твоей теории Если ты будешь задавать слишком много вопросов Это означает, что мне придется доплачивать, не так ли? Верно Ты действительно умная Будьте всего лишь инструментом, я обладаю огромными возможностями Потенциально опасные Для ненасытных Однако Нет, я не хочу обладать так Тонка-кокан Это не моя способ Это не мой способ Однако Нет нужды Излишне осторожничать Эквивалент Эквивалент обмена Это не только Мой стиль Но и Обязательная функция Даже если у тебя есть что-то ценное, я не могу это взять Не предложив сначала что-то Взамен Тем самым Облегчив сделку Ну и как ты собираешься помочь мне Починить этот огромный якорь? Давай не будем спешить с этим Несмотря на то, что я Являюсь Нынешним Нынешней Верховной властью Валансю Мгновенное исполнение Обязательств Ускользает Ускользает от меня Тем не менее Это может быть частью Нашей сделки В конце концов Есть очень много способов Снять Куру с кошки Не так ли? Например Интересное сравнение Я очень хорошо знаю О ключе к существованию О ключе, который связан с существованием Валансю Под моим руководством Ты сможешь переделать мир так Как пожелаешь И естественно в итоге еще раз Нырнуть в море Хорошо Тогда пошли Не нужно иметь каких-либо сомнений Вижу в тебе нет никаких сомнений В таком случае Пошли Ну, теперь ты понимаешь Непринужденное подшучивание Нисколько Не поможет этому разговору Что ж Похоже Но я не знаю Но прежде всего Я должна прояснить Что я не знаю Где находятся твои друзья В конце концов В конце концов Валансю Этот путь еще не был активирован Подобным образом Как простой инструмент Я также не обладаю памятью Связанной С подобными событиями Ребят, мне почему-то Это совсем не нравится Ну, в плане Я боюсь, что с ней Что-то сейчас сделать Инструменты, конечно, бывают разные Инструмент Садовника Просто Подстригает А инструмент кузнеца Способен создать хаос Инструмент садовника Тоже может хаос создать Это Я инструмент Творца А значит, мои возможности Не должны знать границ Как и сила тех Кто во имя Шуса Пересек мир Разделив его В итоге на рай И ад Давай пока Отложим разговоры О рае И аде Может ли бог создать камень Настолько тяжелый Что даже он сам Не сможет его поднять Ты пытаешься провести Живую демонстрацию Подобного Это то, во что я верю И полагаю Это легко понять Верно Как инструмент Творца Мое всемогущество Незбежно ограничено За правилами И напротив Те Кто действует во имя Шуса Всегда могут Стоять Над ними Они даже могут создать Такие правила Как В этом мире Все камни Созданные мною На которые я Но которые я не могу Поднять На самом деле Является камнями Которые я могу поднять Это просто игра слов Итак, в целом Ты хочешь сказать Что для того Чтобы активировать Устройство Которое там Находится Мне необходимо Обратиться за помощью Упомянутым Тобою Шусом А если серьезно Тебе действительно Нужно было Рассказать об этом Такими окольними Путями Это необходимо Как инструмент В разумных пределах Я выполняю Свою просьбу В точности Однако Я хочу Но Их не может Из-за требованной Точности При выполнении Запросов Пожалуйста Действуйте С осторожностью Мы же не хотим сожалеть Из-за того, что нечетко выразились Ну да, своими желаниями нужно быть осторожными Как ты видишь? Мой единственный пользователь пропал А кто-то все-таки должен исполнять ее обязанности Однако стоит иметь в виду, что пробуждение любого Ашу От вечной дремоты считается смертельным грехом Смертным грехом Похоже, ты что-то еще не договариваешь Нет, на самом деле все просто Не знаю, есть ли легенда о творце там, откуда ты родом Если ты будешь искать их, то скорее всего в конце концов обнаружишь Твои поступки будут становиться менее благородными И более растительными Отлично, хорошо Я все-таки неблагородная И не нуждаюсь в прощении Меня не волнует Ни твои словесные игры, ни твои мотивы Мне просто нужно Восстановить путь Который поможет мне воссоединиться со своими спутниками И продолжить наше путешествие Хорошо Ну что ж Тогда Надеюсь на хорошее сотрудничество И это все Не слишком ли это поспешно Если ты хочешь заключить контракт Боюсь сейчас Нет правил Которые могли бы связывать нас Нет необходимости в таких формальностях Как насчет того, чтобы начать С того, что ты будешь назвать меня Хозяином Ну то есть с хозяйкой На Да Ну и Хонкине Сырщитиво Ладно Не воспринимайся всерьез Теперь абсолютно Уверена У тебя отсутствует чувство юмора Уж кто-то не умеет шутить Кроме того Тебе сейчас нет смысла Называть меня Хозяйкой Давай ставим это на потом Когда рядом Будут другие О боже Итак Каков будет первый шаг Для этого тебе нужно сформулировать Что ты хочешь сделать И чего желаешь Воспринимай это как чертеж Чем он будет подробнее Тем лучше Тогда Отведи меня туда Где я должна быть Прямо сейчас А Грэди Ну это все объясняет Ну блин Она реально очень похожа Кстати чем-то А учитывая мое скрытое Недоверие к искусственному интеллекту Возможность использовать автоматическую навигацию Больше соответствует моим предпочтениям Это своеобразный запрос Что ж Знакомство с процессом Включает Себя И совершение ошибок В таком случае Как пожелаешь Так Имеет ли это место Какое-нибудь отношение к тому Что мы Упираемся сделать Как я уже говорила Когда ты делаешь запрос Чем он подробнее Тем лучше Даже небольшая двухсмысленность Может привести К непредвиденным результатам По сравнению с некоторыми Более серьезными И опасными ошибками Нынешняя ситуация По крайней мере Не угрожает Твоей жизни Да ну Почему именно здесь Я должна быть? Потому что Жрать хочешь? Своевременно Желудок девушки Заурчал Бульканием Сигнализируя О ее голоде Да Это действительно Прямо попало в точку И следовало Напомнить мне Об этом пораньше Ну на самом деле Мне все равно В течение долгого времени У меня было только две задачи Быть использованной И быть Уверенной в том Что я все еще Гожусь Для того Чтобы быть использованной Глубоко Глубоко Я не могу Объяснить Конечно Если у тебя есть Соответствующие Желания Я могу дать Несколько советов Поюжишь? О, неужели у тебя нет Что-то более Позитивное Чем ты могла бы Поделиться? Ну, если это то О чем ты просишь Конечно Я могу Внести поправки Например Ты можешь воспользоваться Этой ошибкой Для того Чтобы Правильно Восполнить запасы Питательных веществ В течение этого времени Я могу помочь тебе С некоторыми Следовательскими попытками Речь идет о шусах Что ты упомянула Верно Перед тем Как проснуться Этим людям Действительно Нужно Пополнить запасы Питательных Веществ Другим способом Но я на самом деле Имел ввиду Ну, ребят, как вам Моментик Чуть ранее Мы вернулись Вернулись О, это твоя родина, Лэйси Да, это здание Андрес В центре Оксиа-сити Комплексного торгового района Здесь же находится И Мое студенческое общежитие Вау Ну, это выглядит в сто раз лучше Чем Янтарная улица Правда Ну, я нахожу оба места Довольно очаровательными Хорали Ты когда-нибудь слышала О студенческих общежитиях Построенных В коммерческих районах Хорали Хорали О, нет Неужели она Не поспела За нами И осталась На другой стороне Не, так не пойдет Мы должны Как можно быстрее Вернуться за ней Уже поздно В следующий раз Она будет злодейкой Скорее всего Я на это ставлю Почему нет никакой реакции? Так, только что все было Вот так Или так А может еще так Ну, полагаю, ранее тебе просто повезло Это не хорошо Ну да, это не очень хорошо Это очень плохо Прощай, подруга Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Прошу прощения, девочки. Я понимаю нежелание упустить мимолетный момент, но согласно правилу 22. Нет, стоп. Все-таки тут... Правил 22. Из источника управления исходными правилами. Это так. Неизвестные объекты из моря данных должны быть уничтожены на месте. Это на японском. Это у нас китайский имя тоже. Чен Сюэ. По-моему это так читается. Чен Сюэ. Тебе не кажется, что эта шутка может оказаться перебором для новичка? Откуда им знать, что такое термин 22 в положении об управлении исходными материалами? Которая вообще даже не существует. Сюэ. 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 Ну, я старшая подруга вашей подруги. Зовут меня Лоу Чен Сюэ. Сейчас я работаю в институте исследования данных. Назовите меня просто Чен Сюэ. Натурат. Ну, это в следующий раз, наверное, ее так назовут. Ум,なるほど. Минна ва Дээто на умино окде деятте. Роу Кю теюところ не нагареючи. Кочира на Шоу Джек-сан то сириятте. Сена-чан на окаге де. Ага, понятно. То есть после встречи в глубинах моря данных. Вы застряли в местечке под названием Лантью. Там ты подружилась с... ...госпожой Сан Кью. И с помощью Сены случайно вернулась в родной город. Этого Искателя Снов. Почему ты тоже называешь меня Искатель... Ну, короче, Искатель Си Снов? Ну, потому что звучит круто. Верно, Сена-чан? Да, конечно. То, точно. Хоть мы не знаем, что случилось с другой я во сне, благодаря ей мы теперь обладаем силой Астрального Кольца. Если так подумать, так называемое море данных действительно является волшебным местом. Оно не только позволяет... Оно не только позволило нам встретиться с инопланетянками. Ну, вы также смогли... ...увидеть, как... ...вы набираете номер Лейси. Это про момент, когда она пыталась связаться. Хотя я не уверен, что это считается набором номера. В любом случае, Лейси уже получила сигнал с этого конца. Просто связь была слишком неустойчивой, чтобы ответить. Так, всё правильно. ...сценарий... ...сценарий... ...сценарий повторяется. ...сценарий повторяется. Активация, якоря, апокалипсисы. Я тут не уверен. Тут повторение, восстановление, рецидив. Там ещё что есть. Возраст. Реплика. Блин, тут много перевода у этого слова. Ладно, посмотрим по контексту. Может ли это быть связано с тем... ...историческим инцидентом? А, и вот тут ещё один другой. Если посмотреть на это с другой стороны. А кто является тут субъектом? А кто объектом? Как будто вокруг никого не было. Исследовательница по имени Чен-Суэм погрузилась в... ...зерцание. Сделав несколько шагов вперёд, рыжеволосая девушка намеренно встала перед... ...суэм, намереваясь вытащить её из её мира, в который она погрузилась. Но прямо сейчас... А, не-не-не, всё в порядке. Я просто тут на секунду задумалась. Э-это... Аммари шабетты найного... ...сё-жак, да, не? Мм, кстати. А вы почти ни слова не уронили. Полагаю, именно вы... ...госпожа... ...станки. Видите этот мир, который свободно развивался в течение ста лет. Какие у вас мысли появились? А, вы меня спрашиваете? Да. В конце концов, ты... А, похоже, остальные ещё не осознали. Что ж... Сохранение интриги добавят приятный штрих. Начинается. Ладно, давайте вернёмся с теми. Хоть вы, госпожа Хелли, наверное, сейчас очень беспокоитесь о безопасности своей спутницы, на мой взгляд, если вы терпеливо подождёте рядом с якорем апокалипсиса, новости о ней могут всё-таки дойти до вас. Эм... Ну, хоть я не очень хорошо знакома с ситуацией в этом мире, вы хотите сказать, что мы ничего не сможем сделать прямо сейчас? Да, можно и так сказать. В конце концов... О, намного быстрее, чем я ожидала. Моши-моши. Юме Айбидо. Хеллио вместе. Алло? Это... Ты Лэйси? Или я там с тобой? Курали? Это ты? Курали? Дура, да сколько ты Курали знаешь на Марсе? Или мне стоит потрудиться сказать. Давно не виделись. Так, ну я уже думала, что этот якорь апокалипсиса уже достаточно. Странная штука. Но что сейчас происходит? О, это Сенадия. Тогда, Шоу-жак мы вместе. О, это Сенадия. Тогда Сан-Кю тоже с тобой? С тобой, с вами. Довольно странно слышать твой голос, который доносится отсюда, но... Да, я тоже с ними. Ух ты, здесь так оживлённо. Вот только посмотрите на цифры-то. В её доме должно быть не менее ста этажей. А магазины настолько большие... Нет, стоп. А магазины настолько большие, чем на Янтарной улице, что я даже не знаю, где искать в первую очередь что-то. Да я как бы не владею этим зданием. Просто так случилось, что я там живу. Ой, да это не имеет значения. Поскольку ты живёшь здесь, разве твои соседи не похожи на твою семью? Ну да, особенно соседи с дрелями. Любимая семья. Ну, в современном обществе это работает не совсем так. Ли соседки, которые надевают каблуки в 3 часа ночи и бегают по дому в час. Прошу прощения, пригорело немного от воспоминаний. Так, вернёмся к тексту. Прошу прощения, что прерываю. У Куралли есть более важные дела, которые нужно обсудить с танки. Этот разговор между вами является исследовательской попыткой, которую я организовала лично и не подходит для непринуждённой беседы. Душнила. О, ты тоже тут? О, позвольте мне быстро представить её. Это восприятие. Это тот тип артефакта, который издаёт звуки. У меня не было возможности представить её вам раньше. Пусть вас не обманывают её. Нынешняя отчуждённость. Раньше она была очень прекрасной дамой. О, как. Сонкин. Включай и твой случай. Сегодня проход был открыт дважды. А каков этот временной интервал для сегодня? Я отслеживаю данные якоря апокалипсисы с 10.20 и до возвращения Лейси никаких аномалий не было обнаружено. Не могу сказать наверняка. Не могу судить об этом точно. Но просто на всякий случай. Может быть, вам стоит проверить, не проникли ли тени в ваш мир через этот путь. Ну, ребят, мы видели пёсика нам показывали. Это он. Учитывая мои тесные связи с ними, то, что мы с Коралли можем легко связаться с вами, несмотря на то, что находимся в разных мирах, не менее странно. Это правда. Мы сейчас находимся на Янтарной улице, далеко от места, где расположен якорь. Теперь, я думаю, вы понимаете, в каком моменте всё пошло не так. Это начало быть странным. Может ли быть так, что наш нынешний разговор не имеет никакого отношения к аномалии якоря апокалипсиса? Совершенно верно. У вас очень хорошая интуиция. А, Сэмпай Лэйси. Но, если так, то, что это не значит. Да, но теперь всё может усложниться. Усложниться? Это, не значит, что пироги так просто с неба не падают? Ох, какие пироги. можно и так сказать. Что? Ну, ребята, это типа она пошутила, да? Если бы пироги падали с неба, я думаю, это было всё равно не очень приятно. якорь апокалипсиса. Он не так загадочен, как кажется. Проще говоря, это уникальный якорь пузырьковой вселенной, который может помочь нам получить доступ к высшим измерениям с помощью сильной или резонирующей энергии. Кстати о резонансе. У сына и у якоря апокалипсиса он был, что позволило нам установить контакт с другими мирами. Это действительно замечательно, удивительно. Но если наше нынешнее если наше текущее общение не связано с якорем, тогда стабильность всей окси может оказаться под угрозой. А, ну классика. Я раздумывала, как оказать гостеприимство и поприветствовать всех, но теперь похоже мне может понадобится ваша помощь. признаков кризиса пока нет. учитывая возможную серьезную ситуацию, я надеюсь, что вы сможете пока действовать в соответствии с моими инструкциями. никаких проблем. Мы были готовы. Нет. Мы готовы к вашим приказам. Сестренка. точнее даже старшая сестренка. Старшая сестренка? Ну ладно. На данном этапе нет необходимости в радикальных мерах. Сестренка. Сестренка. Элия с ним действует и я с ним действует. Лейси, Сенадия, Элия составит одну команду, а мы с Санкью другую. Давайте тихо проверим магазины на этом этаже на предмет аномалии, связанное с тенями. Но в мире 安定性 важна. Стабильность кузырковой вселенной жизненно важна. Раз уже у нас нет веских доказательств, давайте не будем нарушать привычный уклад в повседневной жизни. Согласны? Конечно. Рассчитывайте на меня. Ну, что насчет вас, госпожа Санкью? А, че? А, не обращайте на меня внимания. Я тоже с вами, да. Просто немного затерялось в здешней красоте, вот и все. Эх, хорошо. Ну, мы с Лайси знаем здание Андрес изнутри как следует. Если тебе понадобится информация во время расследования, не стесняйся спрашивать. А что касается маршрутов, оставьте мне эти общественные учреждения и магазины наверху. Лайси, а ты можешь заглянуть в античные чернила. приливное жилище. Шелковистые мечты. Сладкоежка. Хорошо звучит. Для вана место, кстати. А также торговый центр 668. Повторяемся внизу. В гражданском поле. Нельзя терять время. Нам пора отправляться в путь. А что уже? Возможно, 0.001% не было. это не . Даже если вероятность 0.001% это не то, что... это не то, чем мы можем рисковать. Так что пока что выполняйте приказы, пожалуйста. И с этим оттолкнула. Ну, скорее, толкнула самку. Попащил ее за собой. Ребят, 58 минут диалогов. И, наконец-то, нам дали чуть-чуть побегать. Да, ребят, если вы заметите какие-нибудь факапы во время перевода, не стесняйтесь говорить, а то иногда я слишком быстро иду и могу сказать... Могу что-то сказать не то или пропустить что-то. Вы сами видите, тут сколько текста, так что да. Так, короче, все, геймплей закончился, продолжаем читать. Что такое? Ну, просто иллюзия из моря данных. Ничего серьезного. Ты уверена в этом? Тебе не нужен перерыв? Да, на самом деле это ничего страшного. Лишь, как долгое пребывание в море данных иногда вызывает побочные эффекты. Это пройдет через некоторое время. Ладно, давайте сначала заглянем. в книжный магазин. Книжная капля. Не-не, все-все. Так. Как обычно, я соберу все эти книги и когда-нибудь их почитаю. Но это будет не сегодня, как с тонкой старой лыгеншином. Здравствуйте. А вы здесь для того, чтобы поиграть с котятами? а? А? Мы ожидаем новых друзей, добро пожаловать. А, ну на самом деле мы не для того, чтобы тут играть. искатель снов кратко расспрашивает Анджи, подавщицу в этом заведении, о том, что хотела узнать Чинсуэ. Уммм... Сегодня не было 特に変わった ことはありませんでしたね. Ммм... Ну, на данный момент в нашем магазинчике не произошло ничего необычного. Тут был довольно спокойный день. Кстати, Чинсуэ-сан что-то беспокоит? Значит, Чинсуэ-сан что-то беспокоит? Ничего. Новые А, да, ничего особенного. Она просто хотела убедиться, что ее последний эксперимент не вызвал никаких возмущений в окрестностях. Ну, понятно. Ну, в таком случае беспокоиться тут не о чем. Пожалуйста, передайте ей, чтобы она не волновалась. У меня еще есть работа, так что, если вы не против... Да, конечно. нет. Не против. Судоживайте. Ой, я так устала, надо пойти отдохнуть. А тут можно что-нибудь купить? Нет, Можно просто поговорить и все. Ладно. кто бы мог подумать, что ты так умеешь придумывать оправдания. Наверное, она говорит о новом эксперименте. Наверное, она говорит о твоем последнем эксперименте. а ведь серьезно, это надо обязательно обсуждать? Ладно. Хм, да уж. Похоже, что если ты когда-нибудь пойдешь по пути злодея, из тебя получится неплохой злодей. этот комплимент был подкол в мой адрес но мне уже давно тут интересно а какова именно профессия похоже она обладает довольно серьезным влиянием влиянием говоришь скорее это не влияние институт исследовательских данных имеет большое значение для обсе сети в конце концов мы живем в пузырьковой вселенной выйдя из этого здания и всего через три часа езды ты окажешься на краю света таким образом выходит что городская жизнь здесь во многом зависит от материалов извлекаемых из море данных сурс материй кстати это похоже на то мы видели в ланчо ну в смысле то как там проводилось это собрание страха так что подожди вы там что тоже собираете страх что ли конечно нет это просто извлечение и настройка исходного материала который может быть закодирован в любой физический материал во вселенной в пузырьковой вселенной это довольно универсально ну натурат я не очень понимаю но но я чуть-чуть начинаю понимать да это интересно но это и насчет твои комментарии имею ввиду но мы еще не придумали как напрямую превратить исходные потери в хлеб и печенье понятно значит это похоже на нефть ну просто считай это исходные материи на земле ну если последовать за этой мыслей означает ли это что мое тело также может быть сделано из этого из этой исходной материи это довольно сложный вопрос как только оно превращается в обычное вещество присущие характеристики исходной материи исчезают другими словами основываясь на прошлом опыте между обычными людьми и нами не должно быть никаких физиологических различий понятно то есть получается что вероятно не в этом причина по которой мне удалось активировать якорь апокалипсиса ну нет смысла путаться в вопросах без ответов ладно давайте продолжим наше расследование хорошо блин надо пройти оригинале хонкая походу как бы ну потихоньку становится все более понятно как все это работает они все-таки объясняют это очень хорошо но как я понимаю чтобы еще лучше понять надо пройти реально оригинал все-таки а это не поможет тогда ладно там типа может больше про все это дело с пузырьковыми вселенными так далее ну ладно будем дальше разбираться потому что чувство что я что-то не знаю важное все равно есть ой креди в кисыке я разобрался разобрался вселенную smt в свое время тоже который ногу сломишь хотя дни там есть еще на чем копать все сложно ладно пока что давайте проходить вот это потом как я уже говорил если будет народ из заинтересованность может покопаться во всем может лорные ролики сделать еще ладно здравствуйте ну это снова вы планируете на этот раз выбрать мебель с вашими друзьями да не совсем и искательница основ коротко консультируется с продавцом читается короче джу я о том что хотел узнать я чиканой на данные вещи нет не слышал суренара на ника чё о силен текина чикаго тела не он утира силы за возможно китайский правильно это чен цуян наверное его имя понять не имею я не знаю китайского я бы хотел чтобы существовали какие-то сверхъестественные силы способные превратить эти листовки моей руке в деньги чуму сезон текина чикаго сверхъестественные силы деньги личный что такое вы что-то вспомнили ну и честно говоря не 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 я надеялся что за пару дней отдыха произойдет что-то странное я смогу взять пару выходных сегодня кажется какой-то странным это его там они ухи-саматова сябери стаканами плена он реально продает и все это мы сможем у себя в комнате вставить вот именно декорации и синьки прикольно так тут больше не интересно блин мне эта стена напоминает стену из дополнения фантом пэйн киберпанк и где была похожая стена только побольше со всякой рекламой хотя по моему это много где еще было киберпанк произведение а кстати я вот этот вот эту нпс заметил еще в начале в конце но она довольно миленькая получилось напоминает мне одного персонажа из одного аниме не помню название степан ты тут что за фигня мне кажется или игра тормозит интересно у этой игры оптимизация будут завозить когда-нибудь так так что у нас там было так 50 нет вроде нормально так учитывая что через OBS смотрю мы что это OBS глюки у меня именно ладно и фпс вижу стабильнее так стоп куда я пошел но все хорошо что это киеве киеве будет глюки ну на сколько написали в чате и я не хоя сейчас пытается перейти на какой-то другой свой движок из-за недавнего скандала с юнити и с этим связано не очень хорошая оптимизация в этой версии не знаю насколько это правда но он не может быть это на юмей и укс на не кого цена не на лир кота ари маска да добро пожаловать в шелковисты мечты искательница снов кратко проконсультировалась с винсентом управляющим о том что хотел узнать инсуэ на ри ходов сенсат сану джекин дэш тока кучерова ток не на нем али москва а понятно а значит речь идет об эксперименте госпожи и мы не сталкивались здесь какими-либо аномалиями нашем магазинчике однако на что случилось вас что-то беспокоит ги и а вовсе нет вотчера на кота у юме ойбита тою и мащита не сумма юбина у ките скуши кангайбукой то мотта да вы только что назвали мою соседку искательницей снова верны мне просто показалось что я уже где-то слышал это термин раньше слышали эллисиума в легендах есть группа изобрет избранных которые могут путешествовать во времени и их называет искательными снов дэнссет не ульто юмя ойбиту а хитлорина юмени сэн юси моу хитлорина юмекар карри агарку то да и калера ва союзи данный речи сжону предположительно эти искательные снов могут входить в чьи-то сны а затем а затем выходить из снов других людей они используют этот метод чтобы возвращаться в прошлое и наблюдать за всем происходило в истории у тебя есть какие-нибудь идеи о том что он говорит не таки то нет никогда не слышал об этом да и зубы дэссио себя не беспокойтесь сук гунух нас на метану юна миф с это просто сказки на на не стоящие внимания они весна мина санна киуми омот и кредит а на рак если вам интересная у нее старый журнал который вы можете у меня одолжить ребят почитать искусство и литература на протяжении веков выпуск 1023 мифология элизиума спецвыпуск но тут это не так много почитаем хотя бы кусочек сначала в регионе элизиум процветает мифологический стиль не похожи ни на один другой который знал свою собственную нишу в древней культуре лоу синия последнее время его часто называют импарализмом примяясь отразить в нем такие темы как противостояние человека огромному просто огромному огромному пространству времени и необъятному пустому космосу глубокое ощущение собственной незначительности и осознание того что не человеческая судьба всегда колеблется между ясностью и неясностью так а теперь идем в сладкоежку ну концентрат ладно можешь отмотать запись ой а тут такая няша добро пожаловать сладкоежку а разве вы не ученица профессора юяна решили привести с собой новых гостей друзей ну кстати если бы если будет время я бы с удовольствием угостила их кулинарными блюдами которые готовят госпожа сладенькая своими невероятными навыками но сладенькая ну ладно как перевод в gta san andreas там сладенький да и то перевели prompt версии так ладно лучше в ее случае все таки сует сохранить вернемся к тексту искательница снов быстро посовет поконсультировалась свит владельцы ресторана о том что хотел узнать странные вещи кстати мне кажется я только что потеряла банку сливок ну это считается это была открытая банка но я понятия не имею куда ее положила а теперь вообще не могу ее найти похоже что кто-то из ваших людей проявил неосторожность и теперь не хочет признавать свою ошибку это не может быть несколько я специально обучила их расставлять все по фиксированным позициям а мог ли это кто-нибудь съесть нет такое не может случиться кто возьмет и нацелится на одну банку сливок это же не могут быть например кошки которые ошиваются в книжном магазинчике внизу верно кстати говоря не могли бы вы сделать мне одолжение я снести кошачий форма госпожи эндж а я могу заранее вам предложить десерт в качестве вознаграждения привет на руками госпожа сладенькая ну да звучит не ну звучит да неплохо но все таки лучше имена все-таки не трогать и некоторые термины я слушать а тут реально прикольненько ребят ну чё роли play с чатиком давайте все сядем сюда за стол и поедим сладенького ладно в этом ресторане пропала банка сливок звучит не так уж и ненормально правда да иногда сует сама бывает немного россии да но только что она упомянула профессора юана который был твоим учителем лыси сана на вата статина сенсей дэй дэй токин кюджи на счет чана на который является твоим учителем прошедшее время да точно она наш наставник а также директор института исследования данных поскольку она очень часто бывает в командировках повседневными делами института обычно занимается а у тебя хорошие связи поднимать эту тему бессмысленно но ради нашего расследования пожалуйста не забудь позже познакомить нас по своей наставницей ну да конечно без проблем но когда она уезжает в путешествие ее может не быть в институте или даже в пузырковой вселенной 12 из 18 месяцев в году подожди что-то только что сказала 18 месяцев в году а если какие-то проблемы с 18 месяцев ну на люсинь год равен 18 месяцев итог 668 или 669 дней а я поняла земной год длится всего 300 дней так что 18 месяцев в году не имеет смысла верно напомню это марс конечно нет в земном году 12 месяцев и в общей сложности 365 или 66 дней понятно то есть если ты указала бы свой возраст на люсинь разве ты не считалась бы ребенка ну возраст это всего лишь представление времени все-таки отображение времени верно есть теория что период созревания вида в основном определяется орбитальным циклом планеты но в любом случае если в торговом центре 668 тоже все будет в порядке то можно сделать грубое заключение то явление вызвано яркий якорем апокалипсиса не оказалось существенным влиянием на жизни людей поблизости ну я и растов к сожалению не в курсе я как-то не вдавался в подробности изучением этого вопроса насчет марса поэтому да и на самом деле если у нас есть эксперты в этой области в чате ребята пишите будет интересно узнать правду ну если это так это здорово несмотря на то что я здесь впервые не очень нравится живая атмосфера это же просто типичный городской и торговый район хотя что шла до до тех пор пока я и там нравится в порядке ну а родина урали и или должно быть тоже является интересным местом ну я в этом не уверен ну ладно сейчас не время для маленьких светских бесед возможно нам стоит начать выполнять задание которое инсуэм поручила лэйси чтобы вовремя прибыть на место встречи да ты права так ребят мы уже час половины стримим без перерыва давайте сделаем перерыв и продолжение следует эй мои фпс где вы почему их 40 где мои 60 фпс их нету ладно перерывчик а а а а а а а а а Продолжение следует...